всем привет вы на канале гараж 28 сегодня будем совмещать несовместимые и так очередные подгоны от никитки здесь у нас не рабочий блок питания его вчера разобрал прозвонил и он короче не работает предохранитель целый питание пробовал подавать прямо на плату без разъема без выключателя и он не запускается плюс вентилятор клинит довольно плохо работает также он привез трансформатор говорит хрен его знает что это такое в общем я его тоже проверил прозвонил подключил 36 вольт написано выход это у нас ос0 25 киловатта то есть на 250 ватт приблизительно получается трансформатор один конец один виток под выдран на холостых он выдает около 40 вольт и такие трансформаторы я посмотрел в интернете использовались для освещения на 36 вольт их очень много разных исполнений были на 12 вольт и на 24 на 36 соответственно тоже все в основном использовались для освещения также еще минус он довольно старый весь разбитый видно что несколько раз летал здесь вот угол куда-то воткнулся везде пластины отходят родной рамки то ли не было то ли она не предусмотрена была то ли ее кто-то утащил в общем нам наверное придется или полностью попробовать просверлить все трансформаторное железо чтобы стянуть шпильками или попробовать сделать какие-то как корпус так скажем закладной а корпусом для этого трансформатора будет блок питания плату я распаяю потом на свои нужды то есть поснимаю все конденсаторы и выпаяю все провода потому что у меня почти все такие провода блоков питания недавно ушли на проект магнитолой в покрышках там очень много коммутации было я все делал вот такими проводами плюс и блок питания даже там который питает всю эту систему тоже был компьютерных туда больше даже чем вот такой пучок ушло проводов на все поворотники на все клеммы на все акустические колодки приборную панель что немерено просто проводов там целая паутина поэтому здесь провода у нас будут как найдены и так подготавливаем корпус и пробуем стянуть трансформатор итак трансформатор полностью собран скоммунился мутирован очень много чего пошло не так первое же отверстие не учел что при сверлении начнут расходиться трансформаторные пластины пришлось все струбцинами зажимать ну далее вроде более-менее опять же нежелательно было прямо по сердечнику обстукивать вот эти рамки но я так и сделал ничего страшного думаю также здесь планировал поставить вот этот клеммник оказалось сорвана резьба да и что-то он слишком как-то слабовато выглядит поэтому нашел старый карболитовый вот такой поставил без клеммника здесь никак потому что были медные провода обмотка у нас алюминиевая также хотел оставить выключатель но при пайке я его перегрел и он расплавился поэтому здесь 220 вольт подается напрямую и он сразу попадает как ну сразу начинает работать поэтому здесь 220 вольт подается напрямую без всяких выключателей но сохранил вот этот разъем евро то есть получается он будет может быть стационарным может быть переносным корпус напомню от блока питания неисправно то есть мы сегодня оживили и трансформатор более-менее его облагородились тянули трансформатор на железо он теперь не звенит не нашел нормальной крышки казалось столько блоков питания разобрана нормальной решетки я не нашел поэтому использовал адаптер по моему это 140 на 120 переходные адаптера для вентиляторов компьютерных тоже пришлось немножко кое-где подрезать в таком виде будем использовать здесь один виток у нас расходился я его прошел малярной лентой тут кое-что сейчас придется при закрывании крышки само собой подогнуть потому что трансформатор уводит вот эту плоскость так сейчас давайте перед проверкой полностью соберем его потом уже проверим провод выходной который идет на 36 вольт он будет здесь на постоянку то есть никаких разъемов запас провода приблизительно метров шесть и этот провод мне не нужен поэтому я его отдаю вот весь провод его здесь приблизительно 5-6 метров то есть если установить опять же где-то рядом с гаражным щитком его и спустить сразу в яму можно повешать хоть переноску хоть сразу патрон с лампочкой на 36 вольт и использовать как переносной светильник и так включаем единственно напрягают хотя здесь 36 вольт ничего страшного открытые клеммы повторюсь не нашел нормальной решетки возможно делаю так как не для себя отдам никите или если никите не нужен все равно найдем кому подарить возможно его как-то установят прямо в гаражный щиток и их вот это исключение касания будет предусмотрено и так включаем и проверяем вибрация вообще небольшая то есть вот эти показывают где-то 40 вольт лампочки на 36 у меня для нагрузки нету проверить слышно иногда немножко звенит потому что корпус такой все таки быстрее всего он будет вот как-то вот так на стене висеть может так может так кому как удобно я не знаю такой вот сегодня получился видео выпуску реанимации трансформатора то есть полностью стянули пластины подобрали блок корпус от блока питания все сделано и все это кому-то отдастся на этом все кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите в комментариях свое мнение по поводу второй жизни трансформатора и вообще самой задумки использования корпуса от блока питания для такого здоровенного трансформатора вес у него действительно довольно большой стол можно проломить подписывайтесь на наш инстаграм на наш лайв канал на нашу группу вконтакте ссылочки на все эти ресурсы есть в описании под любым видеороликом на этом все как всегда всем всего самого наилучшего всем вам крепкого здоровья и всем пока если никитус будет в паре со своим и разным щитком использовать конечно в щиток он не влезет но где-то рядом его можно будет разместить сразу 220 куда-то запитать допустим к тому же автомату на освещение можно отдельно розетку здесь разместить воткнул он заработал переноска на 36 работает мне понравилось это поделка тем что очень много пришлось колхозить выдумывать просто на ходу как-то все это подстраиваться это все было само собой не постанова не отработано да все работы здесь так и проводятся то есть все на ходу придумывается поэтому можно сказать живое видео то чем мы тут занимаемся то есть Спасибо.